Уважаемые харьковчане, 35-й день войны. Уже пять недель Харьков и Украина героически противостоят российской агрессии. И сегодня, как и все эти дни, по Харькову наносились артиллерийские удары, рвались снаряды. Я никогда вам не озвучивал эти цифры, но сегодня скажу, каким разрушением подвергся наш любимый город за 35 дней. Всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия разрушила 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц, в руинах 239 административных зданий. И это я говорю только об объектах гражданской инфраструктуры, о человеческой жизни обычных харьковчан. Каждая из них бесценна, каждая унесенная агрессором жизнь – это боль и страдания. Ни разрушенного города, ни безвина убитых харьковчан, взрослых, детей мы с вами никогда не забудем. Об этом я сегодня говорил, выступая перед депутатами городского совета Нюрнберга. Города, в котором международным трибуналом после Второй мировой войны был осужден нацизм. А нацисты, развязавшие Вторую мировую войну, понесли заслуженное наказание. К сожалению, этот урок не был извлечен страной-агрессором. То, что сегодня делает Российская Федерация с мирным народом Украины – это геноцид против украинского народа. Война на уничтожение украинской нации. Я уверен, пройдет время, и после нашей победы весь мир сделает выводы. И военные преступники, которые развязали эту войну против мирной Украины, будут также осуждены, как нацистские преступники в 1946 году. И я очень хотел, чтобы война больше никогда не повторилась. А пока нам необходимо продолжать нашу борьбу на военном фронте, на дипломатическом фронте, на фронте коммунальном. Я обращаюсь к харьковскому бизнесу. Городу и стране надо перезапустить экономику. Президент и правительство последние недели значительно упростили правила ведения бизнеса. Существенно снизили налоговые ставки. И я прошу харьковских предпринимателей, постепенно возвращайтесь к работе. Да, сейчас по многим причинам невозможно сделать это в полном объеме. Но в сокращенном это можно сделать. Выходите, работайте, зарабатывайте, поднимайте экономику. Этого ждет от вас Харьков. Этого ждет от вас Украина. И, конечно, слова глубокой благодарности нашей армии, которая обороняет наш город. Бойцам территориальной обороны, нашим спасателям, нашим врачам, нашим коммунальщикам. Каждый из вас делает все для нашей победы. Мы, украинцы, народ-герой. И нас с вами не завоевать никому, никакому агрессору. Наша победа с каждым днем все ближе. Мы вместе. Мы харьковчане.